Мастер-дела Украинский кинематограф «Ровесник мирового» Харьковский изобретатель Иосиф Тимченко собрал аппарат для показа живых фотографий еще в 1893 году Тогда же в Одессе состоялась премьера двух короткометражек «Скачущий всадник» и «Копьеметатель» И это на два года раньше знаменитого прибытия поезда «Братьев Люмьер» В 1911-м Даниил Сахненко из нынешнего города Днепр снял первый украинский полнометражный фильм «Запорожская сечь» Уже в конце 1920-х знаменитый Александр Довженко создает целое направление – украинское поэтическое кино Однако в дальнейшем украинский кинематограф попадает в полную зависимость от советской цензуры Несмотря на подавление любой свободы творчества, несовместимые с тоталитарной идеологией, в кино все же случались удачные прорывы Одним из них стало появление анимационных фильмов Их расцвет приходится на 60-е и 70-е годы 20-го века Владимир Дахно создает свой бессмертный мультсериал про казаков А Давид Черкасский – целую серию талантливых мультфильмов От приключений капитана Врунгеля до «Острова сокровищ», Где режиссер впервые так оригинально совместил мультипликацию с натурными съемками Об этом бесценном наследии хорошо помнит в независимой Украине Уже 14 лет в разных городах проводят международный фестиваль актуальной анимации Куда, кроме молодых авторов, приезжают и великие мастера прошлых лет В 2017 году гостей со всего мира в Национальном центре Александра Довженко Собирает киевская анимационная студия Она существует всего 5 лет, но уже создает украинские анимационные фильмы нового поколения Такие, которые понравятся зрителям со всего мира Первоначально была задача вообще, с чего начиналась студия То есть не было желания собраться ради одного проекта То есть фундаментально построить студию, которая будет существовать долго И делать большое количество проектов Ориентируясь на все знаменитые студии, как Pixar, Dreamworld, Disney Европейские студии, европейские проекты Арт-директор Кристиан Коскинин – один из тех, кто создает украинскую анимацию нового поколения Он курирует основные проекты студии Помимо нескольких сериалов, это два анимационных полнометражных фильма, которые готовятся к выходу Поэтому именно сейчас киевская студия загружена самой ответственной работой за всю свою пятилетнюю историю Производство в числе прочих менеджеров координирует Мария Клаунин Если вы снимаете кино, вы снимаете полностью весь материал и потом делаете монтаж На анимации все совсем по-другому Вы сначала делаете полностью монтаж, как должен выглядеть мультфильм И только потом дорабатываете уже детали То есть если вы забыли какой-то сделать кусок, вы не сможете его потом вставить, как это можно было бы сделать, допустим, в кино Какие истории рассказывают украинские аниматоры? Сохраняет ли мультфильм национальные истоки, если его адресуют всему миру? И сколько усилий стоит за одной минутой анимации? Далее в программе Кристиан Коскинин учился анимационному делу Владимир Дахно Автор этих самых мультфильмов про казаков Однако сегодняшний арт-директор совсем не собирался всю жизнь заниматься двигающимися картинками Я в анимации с 19 лет И на самом деле я пришел просто на студию И думал так, что достаточно интересное дело По образованию я живописец, иллюстратор Думаю, ну вот хорошо, где-то полгодика поработаю Познаю, что это Вот уже 20 лет познаю Кристиан много лет проработал на совместной французско-украинской анимационной студии Которая нарисовала сотни мультфильмов для Европы Тогда ему стало ясно, что анимация в Украине должна найти себя Как самобытная часть западного массового искусства То есть нужно совместить старые авторские наработки с новым конкурентноспособным производством До сих пор в Украине это не удавалось никому Сейчас киевская студия анимации только в начале пути Но уже набирает солидное портфолио Сейчас мы ведем 4 проекта Два из них Это Руслана и Людмила, Выкрадана, Принцесса Он уже завершается, подходит к концу И буквально уже весной у нас Дата релиза и показа И внахлёст идет проект «Мавка» Речь идет о двух полнометражных анимационных сказках Украденная принцесса основана на тех же былинах о временах Киевской Руси Которые использовал Александр Пушкин при работе над поэмой Руслана и Людмила Однако Кристиан настаивает на том, что его команда делает оригинальную историю любви И просто в стилизованных декорациях О, это все тут взялось Да, байду же, я так как угодно Кзак, голуба Принцесса Принцесса А ну дай сюда О, это уже я разлетилась О так принцессы знищают зайвий калорий Выкрадена принцесса Естественно, вектор мы брали в основной массе на западный рынок То есть в картине будут какие-то моменты очень неожиданные Вот с точки зрения визуализации То есть если же ожидают увидеть стереотипное вот такое представление, как выглядел Киев в тот период То на самом деле у нас европейская трактовка У нас абсолютно европейский город Анимационный фильм «Мавка» основан на одном из классических произведений украинской драматургии Пьесе «Лесная песня» Пьесе «Лесе украинки» ИНТП «Мавка» Кровавие колесо, колесо Вище біла стояло, стояло Вище біла стояло Субтитры создавал DimaTorzok Это история любви между обитательницей леса Мавка и деревенским музыкантом Лукашем. В этой истории у команды аниматоров оказалось гораздо больше возможностей для этнической стилизации. Долгий период мы для себя пытались определить, какой регион рисовать, какой регион Украины отобразить. Потом пришли к выводу, что мы делаем просто собирательный образ. Мы покажем и западную Украину, красоту Карпат, и центральную Украину, полтавскую часть, с мазанками, со всем. У нас собирательный образ. С созданием современного и вместе с тем самобытного мультфильма Аниматорам помогают специалисты из Национального центра Музея Ивана Гончара, Украинского института истории и моды, а также этнографы, фольклористы и профессиональные дизайнеры одежды. Все это лишь внешняя часть большой работы, о которой рассказывают в прессе. Как труд современных 3D-аниматоров выглядит изнутри. Крестьяна и его коллеги приоткрывают некоторые профессиональные секреты специально для UATV. Как это делается? Первый большой пласт работы над анимационным фильмом — создание текстового сценария и основных визуальных концептов. И то, и другое проходит через множество правок напряженный творческий поиск. Одна из задач Крестьяна, исходя из сценария, правильно изобразить персонажей. Чтобы это была не просто яркая картинка, а чтобы каждая деталь их внешности работала на историю. Что касательно декораций, то в основном массе это акцент на удивить. Понятно, погрузить мир, приконнектить персонажа к зрителю и зрителя к персонажу, погрузить полностью в атмосферу, создать вот то самое состояние присутствия. И при этом, при всем, всегда помнить о том, что желание удивить. В творческом поиске художники создают сотни эскизов, прежде чем найдут удачные образы. Но даже самый привлекательный с точки зрения аниматоров персонаж может не прийтись по вкусу фокус-группа. Во-первых, это работа с детьми. То есть начиная, естественно, от нашего окружения, от всех друзей, знакомых, дети продюсеров, дети художников, детские садики, школы. Тем более студию посещает большое количество туристов. То есть у нас на самом деле постоянно экскурсии. То есть мы можем продемонстрировать материал и просто послушать отклик. Финальные рисунки поступают специалистам по 3D-моделированию. Их задача сделать трехмерных персонажей и все их окружение для аниматоров. После того, как модель утверждается, она тоже утверждается творческой группой, непосредственно режиссером, весь этот материал передается на текстуринг и на сурфейсинг. То есть когда мы передаем модели уже цвет, фактуру, чтобы он выглядел более в реальной жизни. То есть если это дерево, то оно должно быть матовым и должно иметь фактуру дерева. Дальше идет риг. Риг — это когда моделям придают возможность двигаться. Проще говоря, выстраивают их скелет. У анимационных персонажей он всегда не совсем такой, как у реальных живых существ. Параллельно 2D-художники рисуют аниматик. Это двухмерные раскадровки сценария, которые напоминают комикс. Мы берем аниматик, мы берем все модели вместе с ригом и выставляем композицию кадра. То есть layout, этап — это когда мы все это вместе компонуем, локацию персонажей, выставляем персонажей, как они должны стоять в кадре относительно друг друга, относительно локации, относительно каких-то предметов. Мы делаем очень-очень черновые варианты движений персонажей, просто чтобы увидеть, как они будут двигаться в самом кадре. Если в киноделе монтаж всегда происходит после окончания съемок, то анимационный фильм монтируют еще до того, как готова финальная картинка. Черновая версия почти не прорисована, но положение камеры, смена кадров после этого этапа меняться уже не должны. Как только она готова, за дело принимаются специальные актеры. Речь вовсе не про модный в последние годы motion capture, когда на людей надевают сетку сенсоров и записывают их движения. Актерам нужно особым образом отыграть сцену, чтобы потом с них вручную срисовали анимацию. В анимации все должно быть очень ярко, очень широко, все эмоции должны быть четкими, они должны быть яркими для того, чтобы это было видно. И вместе с нашими актерами, которые уже знают, как и что надо делать, мы снимаем видеореференсы, наш режиссер потом их обрабатывает, и мы отправляем вместе со всеми материалами их нашим аниматорам. Вся магия происходит именно на этом этапе, когда аниматоры отрисовывают все движения персонажей и буквально вдыхают в них жизнь. Украинские аниматоры в большинстве своем самоучки, но уже замахнулись на высокую планку качества. Мария Клаунинг подчеркивает, что анимации, сделанная с помощью motion capture, ценится гораздо меньше, чем созданные вручную. Таковы мировые стандарты. Когда все уже готово, остается наложить на картинку детализированные текстуры и поставить на рендер. Так называется процесс финальной компоновки всех элементов мультфильма. Для каждой сцены он может занимать от нескольких часов до нескольких дней. А если учесть все предыдущие этапы, то общий счет пойдет на недели. В среднем одна минута анимации может занимать, это может быть и месяц, и два, и три, в зависимости от того, насколько сложна эта сцена, сколько там персонажей, насколько сложная локация. При этом у финального анимационного фильма может быть несколько версий, которые отличаются отдельными сценами или персонажами. С этим украинским аниматором помогают международные консультанты. При желании продавать в Китай, надо учитывать их конъюнктуру рынка. Опять-таки, это можно показывать, это нельзя. Драконы могут выглядеть так, а не вот так. То есть есть представления японские, китайские драконы, европейские. И то, что мы показываем в картине, то есть у нас один дракон, а для их рынка он может выглядеть совсем по-другому. Эти концептуальные различия еще увеличивают бюджет картины, хотя, по мировым меркам, украинские полнометражные мультфильмы от киевской студии очень дешевые. Например, «Украденная принцесса» стоит несколько миллионов долларов, в то время как у больших анимационных студий счет давно пошел на десятки и сотни миллионов. И все же украинский мультфильм задолго до премьеры купили почти в 30 стран Европы и Азии. Это детская история, которая должна чему-то учить детей, она должна быть и веселая, и доступная для понимания ребенка разных возрастов от 6 до 12 лет. Мы ориентируемся на взрослого зрителя, но все-таки нашей целевой аудиторией является ребенок. То есть мы за буквально 4 года сделали колоссальный рывок и большое количество открытий. Не просто для себя, хотя это тоже очень не было важно. То есть мы очень стремительно растем, хотя у нас и бюджет меньше, людей меньше. Ну, все в пути. Сегодня украинские аниматоры делают первые серьезные шаги на глобальном рынке и стараются удивить не столько сверхтехнологичной картинкой, сколько уникальными историями из богатой культуры самой Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова